Приветствую вас, аноним. Было бы очень неплохо, если бы вы сформулировали бы свой вопрос к психологам. Потому что, пока вот не очень понятно, чего вы хотите непосредственным от нас, да, какой помощи вы хотите от нас. А, в чем, именно, вот именно, 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 какая помощь вам нужна, да, в чем вам нужна помощь. Самое старое. Понятно, что гадать можно много, понятно, что гадать можно долго, а вот, какой реальной помощи вы хотите, это вопрос. Итак, вы пишите, я очень добра и не злопамятна к людям, очень интересно, от меня вытирают ноги, точно обижают меня и выводят из строя. Смотрите, вы говорите, что он добрый к людям, вы говорите, что он не злопамятный к людям. Но, почему-то, а вас выводят из себя, когда вас вытирают ноги. Именно потому, что вы, вот, такая вот добрая, я так понимаю. То есть вы, получается, почему-то ждете, почему-то вы ждете, почему-то вы, ну, ожидаете, почему-то вы надеетесь. Я думаю, что, относиться к вам будут по-другому. Нет, так, как вот, относится к вам. Отновываются. Отновываются. Ваши. Ожидания. Вот. Почему вы ждете, и почему вы считаете, и почему вы думаете, что люди должны относиться к вам как-то, вот, по-другому. То есть, с чего вы решили. Просто, понимаете, какая штука. Ведь штука в том, что вы ждете этого. Что вы ждете, что вы, вот, именно ожидаете, у вас есть ожидания того, что люди, вот, будут вести себя с вами, ну, какими-то определенными. Я вот только не понимаю, на каком основании у вас эти ожидания имеют место быть. Почему они у вас имеют место быть. Самое главное, какие желания у вас лежат, ну, вот, в основе этого, в основе этих ожиданий. То, что желания какие-то есть, я полагаю, совершенно очевидно, что какие-то желания есть. Доброе заключается только в том, какие, что это за желания, что они из себя представляют. Вот. Но, это на самом деле, очень и очень важно. Потому что, именно, они вам мешают. Дальше. Это вас задевает, то есть, вы воспринимаете подобные действия на свой счет. Далее. Далее. Так, я не открытый человек, я говорю, как если что, думаю. Да над этими качествами люди посмеиваются, в случае меня опускают различные слуги. Кроме ненависти и обиды, я ничего не испытываю. Ну, здесь ненависть связана с тем, что вам тяжело. Здесь ненависть связана с тем, что вам трудно. Здесь ненависть связана с тем, что вас задевает вся эта ситуация. Вот. И, в общем-то, было бы странно, если бы подобные чувства у вас не возникали бы. Потому что, ну, в данном случае, это ненависть. Ненависть вас, она, как бы, защищает, защищает вас вот негатива. Но это связано с тем, как вы воспринимаете вот то, что делают другие люди по отношению к вам. Не понимая при этом, что по факту вы сами их провоцируете. По факту вы провоцируете людей на такое поведение. Вот. И болезненно реагируете на слухи. Просто болезненно реагируете на слухи. И вопрос заключается в том, почему. Почему вы болезненно реагируете на слухи. То есть здесь, мне кажется, проблема, в первую очередь, личной границей. То есть вы не отграничиваете себя от других людей. Ну и... Вы пишите, что открытый человек, и что добрый и не злопамятный. Это тоже, ну, должно носить какой-то адекватный характер. Что если вы слишком открытый к людям, то я имею ввиду добрый, доброженательный. Что у людей появляется соблазн вас использовать. Почему вы считаете, что человека можно ставить перед таким соблазном? У меня загадка. Мне кажется, не стоит. Мне кажется, не стоит. То есть вы соблазняете людей, и обижаетесь за них, на то, что они... Поддаются соблазну. То есть обижаетесь на них за то, что у каждого человека в природе. Каждый человек подвержен соблазну. То есть вы себя ведете определенным образом, получаете соответствующую обратную связь, исходя из текущего морального состояния общества и людей, и за это обижаетесь. Я считаю, что так быть не должно. Это крайне безответственно, я бы сказал, даже в какой-то степени детская позиция. Вот. Которая преследует определенную выгоду. Например, то, что вы, может быть, в глубине души считаете себя недостойно считаете себя неправильно, не нужно никому. Вот. Или это может быть другая цель. Например, доказать, что вам лучше одно еще люди, это очень такие вот вредные, неприятные существа, с которыми лучше не взаимодействовать. Ненависть – это чувство, которое направлено на объект, на препятствие, стоящее между человеком и его гармонией, и его хорошим состоянием. Вот. Ну так возникает вопрос, чтобы люди не распускали слухи, вам не нужно говорить то, что вы думаете, или облегать то, что вы говорите, в более удобоваримую форму. Далее, если люди распускают слухи, вас это задевает, нужно понять, как вас это задевает, потому что это точки не сформированного вашего отношения к себе. То есть, это источники вашей неуверенности в себе. Дальше, когда вы добрые и не злопамятны к людям, для людей возникает соблазн вами пользоваться, вам необходимо определить свое отношение именно к этому соблазну, и либо позволять людям пользоваться вами, но в определенных пределах, поскольку, либо не позволять пользоваться вам. Я полагаю, что примерно так, аноним, вам можно ответить на вопрос. Обратите внимание на то, что, собственно, вопросы-то вы не задали в своем тексте. То есть, вот просто некой ситуации такой поделились, да, и все. А вопрос, нет вопроса, непонятно, чего вы хотите, непонятно, какой помощи вы ждете от специалистов, вот, при том, что пишите вы уже не первый раз на сайте. Я полагаю, что вы уже не первый раз, когда вы обращаетесь. Вот, понимаете? То есть, а вас другие люди вытирают ноги вследствие вашего поведения. Вы почему-то эту грязь берете на себя? Почему вы ее берете? Не потому ли, что считаете, что вы этой грязи достойны? Не потому ли, что вы сомневаетесь, а действительно ли люди не правы, когда, ну, вот, говорят все это негативное, что говорят права? Не является ли ненависть вследствие того, что вас это действительно задевает и выводит из себя? Выводит из строя, как вы говорите. Если вас что-то выводит из строя, значит, вы в глубине души с этим согласны. Значит, для вас это имеет значение. Если для вас это имеет значение, значит, для вас это имеет значение, и то, что другие люди думают, так не потому ли вы являетесь добрые и незалопамятные к людям, а также открытые, потому что вас волнует то, что о вас подумают, и вы надеетесь таким образом как-то либо завоевать доверие людей, что они, ну, лучше о вас думали. Либо, наоборот, отвратить их от себя. Потому что вы, например, считаете, что, допустим, к примеру, что вы недостойны. Вот. С этим нужно разбираться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...